всем привет давненько да у нас фонарение был на обзор на самом деле просто летом тестировать фонари ну не очень удобно потому что не всегда темнеет настолько насколько бы хотелось чтобы вам на тестах показать как светит фонарь тем не менее сегодня у нас крайне интересный фонарь творcus модель называется ts26s и мне кажется это один из тех фонарей которые ну сложно будет докопаться потому что вот как раз все то что вы пишете в комментариях покажи фонарь со встроенной usbc зарядкой она здесь есть покажи фонарь с нормальным оттенком с нормальными диодами здесь четыре светодиода нича с высоким индексом цветопередачи покажи с нормальной батарейкой здесь 21700 стоит плюсом должен быть недорогой вот недорогой фонарь с хорошим светом четырьмя ничи диодами встроенной usbc зарядкой ну и как плюсом данный фонарик можно использовать в качестве powerbank также в нем есть плавная регулировка я думаю что этот вариант вам может очень сильно приглянуться поэтому присаживайтесь поудобнее сегодня вместе с вами на него посмотрим погнали давайте по традиции начнем с комплектации потом уже вернемся к фонарику причем этого коробочки указаны основные характеристики это 3100 люмен если что в turbo но режимах мы с вами чуть позже поговорим и внутри коробочки которая на магните у нас лежал сам фонарь который я уже достал вот такая памятка что нужно извлечь заглушку из-под аккумулятора кабель зарядки usbc на usb-a темлячок и два запасных уплотнительных кольца ну в общем стандартный набор как у всех и здесь на торце написано что цвет черный это помимо что не могут быть разных цветов пока что видел только черный моей версии установлены светодиоды ничья с высоким индексом цветопередачи одни из моих любимых диодов скажем так на данный момент давайте сначала рассмотрим фонарь поближе дизайн потому что в уркус как вы видите обновил дизайн раньше они были немножко скучнее мне кажется мне например вот этот фонарь очень зашел и по материалам на самом деле если раньше бюджетные фонари у нас ассоциировались таким покрытием знаете который очень легко царапается она была глянцевая не очень стойкая то здесь у меня этот фонарь уже больше месяца наверно в использовании вот видите на нем в общем то никаких следов коцак пока ничего не осталось покрытие оно матовое данный фонарь стоит по-моему сейчас около 300 долларов в общем то он по качеству именно изготовления даст фору более дорогим фонарям скажем так начнем с оптики это терлинза она прошу заметить прикрыта стеклышком потому что часто подобных фонарях терлинза ничем не прикрыта и довольно таки быстро царапать здесь стекло с просветлением вот думаю видно что синий ким отдает на отцвет оно утоплено весь возвышается миллиметр на три над ним то есть ну реально оптика защищена хорошо внутри фонаря у нас стоит аккумулятор емкостью 5000 миллиампер часов 21700 имеется двухсторонняя клипса она к сожалению непереставляема если вы хотите снять можно открутить голову фонарю и просто убрать клипс но тогда у вас здесь останется небольшая щель прошу на это обратить внимание с обеих сторон пружинки есть магнит и также отверстие под темляк с этой стороны у нас юсб порт прикрыт заглушкой заглушка кстати довольно таки толстая думаю что случайно на у вас открыться не должна с этой стороны кнопка которая имеет в себе индикатор она горит зелененьким когда он заряжен ну и по мере разряда будет либо моргать либо загореться красным думаю все это и так уже прекрасно знают на этом останавливаться не будем что касается размеров и веса длина фонаря 122 миллиметра диаметр головы 35 миллиметров и вес без батарейки 108 грамм давайте взвесим его с батарейки потому что вряд ли вы будете носить фонарик без батарейки а получается вместе с комплектным аккумулятором фонарь весит 176 5 десятых граммов водозащита ipx8 можно равнять с высоты одного метра естественно есть термоконтроль который при достижении температуры головы 60 градусов будет сбрасывать яркость ну и раз уж мы поговорили про яркость давайте сразу поговорим про режима начнем с блокировки чтобы заблокировать фонарик нужно четыре раза кликнуть выключенном состоянии раз два три четыре фонарик заблокировался теперь у нас не включится естественно можно приоткручивать крышку чтобы еще больше себя обезопасить чтобы разблокировать также четыре раза кликаем фонарик у нас включается в последнем выключенном режиме память здесь есть чтобы попасть в эко режим нужно зажать кнопочку и поддержать у нас включается самый маленький режим это три люмина он не остается в памяти но к нему есть быстрый доступ получается из-за выключенного состояния просто зажатием кнопочки дальше удерживанием мы листаем режимы low to 30 люмен medium 200 люмен high 750 люмен и turbo два раза нажимаем это 3100 люмен чтобы попасть в группу сосов и маяков нужно три раза быстро кликнуть на кнопочку у нас включается стробоскоп три раза кликнули маячок сос здесь в общем то тоже все предельно понятно что касается времени работы в каждом режиме у них в инструкции все хорошо указан давайте вам поближе покажу если вам интересно поставить на паузу здесь не нравится когда производители пишут именно сколько работает в каком из режимов то есть ну степдаун указано здесь полностью стабилизированные все режимы но при этом они по времени до снижают яркость ну и плюс есть защита по температуре если будет несколько раз подряд включать тот же turbo получается turbo у нас три тысячи сто люмен доступно две минуты потом он снижает яркость до семьсот пятидесяти люмин и работы в них уже два с половиной часа что мне кажется для ручного фонаря более чем достаточно хорошая яркость для того чтобы с ним долго работать режим high 750 люмен работает один час потом сбрасывает на 350 люмен и в нем работает еще час сорок пять и потом сбрасывает уже на 220 люмен и работает еще полтора часа то есть внезапно без света вы точно не останетесь повторюсь режиме стабилизированы сбрасывание яркости происходит именно по таймер в общем то в этих режимах фонарик абсолютно холодные максимум что мне удавалось разогреть не в turbo имею ввиду просто когда он работает в режиме high было 45 градусов то есть перегревом проблем здесь вообще никаких нет естественно если постоянно включать режим turbo то фонарик уже начинает греться тут уже есть защита по поводу ступенчатой регулировки и плавной регулировки о чем я говорил в самом начале получается мы включаем фонарик у нас просто листаются режимы low medium и high зажимаем low medium high чтобы включить режим плавной регулировки яркости нужно то же самое что блокировка только на включенном фонаре четыре раза кликайте на кнопочку фонарик моргнул несколько раз и теперь у нас будет плавная регулировка яркости вот сейчас думаю будет видно то есть я нажимаю на кнопку он повышает сначала а потом понижает кому-то это может быть удобнее мне например нравится этот режим потому что можно подобрать яркость уже под реально свою какую-то задачу непосредственно на местности а не упираться в именно предустановленные режимы то что есть выбор либо так либо так мне нравится хотите предустановленные будут предустановлены хотите плавно будет плавно по управлению в общем то это все теперь поговорим по поводу зарядки аккумулятор я вам уже показал еще раз посмотрим это 5000 миллиампер часов 21700 моем случае аккумулятор был в комплекте также можно заказать без аккумулятора если у вас уже есть свой ну как бы на этом можно сэкономить если вам это требует зарядка здесь 12 ватт это 5 вольт 2.5 ампера я намерил и давайте посмотрим может ли фонарь работать во время подключения зарядного устройства потому что многим это может быть важно зарядочка пошла от видите загорелся красным индикатором когда он зарядится естественно будет гореть зелененьким и пробуем включить до фонарика работает переключает режима low medium high даже turbo не на максимальную яркость но включается то есть это не 3100 люмен давайте например отключим вот так он намного ярче светит то есть режима доступно но не максимальная яркость скажем так но от power bank'a можно тоже светить если у вас вдруг сел аккумулятор это плюс ну и теперь еще про одну фишку понятно что фонарик заряжается через usbc он также может выступать в качестве power bank об этом я сказал самом начале устанавливайте любой свой аккумулятор 21700 можно носить с собой несколько вот в этом как раз большой плюс сменного аккумулятора то есть вы можете взять с собой несколько банок и использовать фонарик не только как источник света да банально а еще зарядить свой к примеру телефон давайте посмотрим жалко кстати что в комплекте к фонарю идет кабель usb-a на usb-c а не usb-c и usb-c так было бы логичней потому что чтобы использовать его в качестве паэрбанка нам нужен провод с usb-c на конце на другом так устанавливаем аккумулятор и проверяем 12 ватт зарядки в качестве паэрбанка вставляем usb-c порт фонарика кабель зарядки и подключаем телефон зарядочка пошла то есть в любой ситуации можно позарить ваш телефон при этом можно не носить с собой отдельный паэрбанк функция прикольная учитывая то что можно заменять аккумулятор можно просто несколько штучек с собой брать за это как бы тоже плюс мне кажется для повседневного использования очень полезная опция а кстати давайте проверим еще будет ли он работать как фонарик при подключенном внешнем источнике не зарядки а питание то я включил телефон зарядка пошла включая фонарик зарядка вот здесь видно не прекращается то есть одновременно можно и заряжать телефон и светить прикольно а теперь предлагаю вам посмотреть наши тесты по ним будет видно как светит данный фонарик поехали так Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, вы посмотрели, как светит данный фонарик Мне кажется, из ночных тестов понятно, что он светит широко Очень приятный свет на самом деле То есть зелень, она прям зелёная 5000 кильвинов – это плюс-минус температура Вот как вы днём видите на солнышке предметы То же самое будет при свете данного фонаря Светит он не очень далеко, говорю сразу Это именно фонарь ближнего боя Чтобы можно было перед собой хорошо, нормально, широко светить По углам засветки, кстати, забыл сказать, как настроена оптика У нас центральное пятно – это 32 градуса И боковая засветка – 86 градусов Это именно про качество света и его количество перед вами А не тактическое шило, которое пробивает 500-700 метров При этом светит просто синяя ледышка какой-то Здесь реально приятный свет, которого много в турбо-режиме И режим H750L работает очень долго Поэтому вам его более чем хватит комфортно, качественно светить перед собой Напишите, что вы думаете про данный фонарик Потому что, мне кажется, это как раз сборник из того, что просили в комментариях Type-C есть, хороший свет есть, аккумулятор ёмкий, сменный Потому что многие не любят, чтобы аккумулятор был не сменный Здесь можно поменять аккумулятор Также есть функция паербанка, что, мне кажется, является плюсом Если у вас фонарик на каждый день Потому что вам тогда можно не носить с собой отдельный паербанк Просто фонарь заменяет вам и то, и другое И при этом фонарь имеет весьма доступный ценник При том, что дизайн, мне кажется, выглядит дороже, чем он стоит на самом деле Ну и по ощущениям, по материалам Ну, фонарь не выглядит дешёвым, скажем так Как это было во многих других народных, скажем так, фонариках Друзья, на этом всё Обязательно подпишитесь на телеграм-канал Потому что, что будет с ютубом, непонятно Там мы с вами точно не потеряемся Спасибо за просмотр Пока-пока